Добрый вечер! Последние пять лет я занимаюсь цифровой лексикографией. Это означает, что мы пытаемся осмыслить, что было сделано за последние 200 лет, и сделать это доступным и удобным для использования. То есть, конечно, здорово иметь семитомного бетлинга и одного, и другого, но вы же сами понимаете, что даже его удержать невозможно. Поэтому я бы хотел, чтобы наши усилия были объедены, чтобы мы не только пользовались электронными словарями, но чтобы мы сообщали о найденных неточностях, а их там много. То есть, чтобы не было такого потребительского отношения, мол, есть электронные словари, им кто-то занимается. Нет. Им занимается ровно столько, в общем, полтора человека, из которых половинка – это я. И это плохо, и это печально. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой, если будете впредь пользоваться словарями, прошу сообщать о найденных неточностях. Я знаю, они там есть. Итак, 1819 год – это год издания словаря Уильсона. То есть, речь идет о периоде после европеизации. А 2019 – это, собственно, время корпусной лингвистики и оцифрованных старых словарей. То есть, принципиально ничего нового нам еще не сделано, но мы учимся и переосмысляем то, что было сделано ранее. На русском языке, кроме редко доступной и скорее вводной, чем новаторской статьи недавно ушедшего от нас Вера Александровна Кочергиной, из истории лексикографии древнеиндийских языков, которая не упоминается даже в каталоге библиотеки Востфака, вчера я проверил. А новейшая лексикография санскрита в целом и на русском языке в частности почти не описана. Разрешите предпринять попытку заполнения данной лакуны. Предыстории вопроса. В 2004 году в Москве прошел 37-й международный конгресс востоковедов. После одного из заседаний я узнал душесчипательную историю о том, как китайцами сжигались тибетские монастырские библиотеки и потом отстраивались заново. И тогда я понял, что необходимо объединить усилия, что нельзя больше только чиркать бумажные книги. Словар нужен всем, следовательно, по метке нужно вносить удаленно в доступном для остальных виде. Но в 2004 году не то что электронных словарей, кроме Мония Уильямса, мало что вообще было доступно в сети. Начать объединять усилия систематически удалось лишь спустя 10 лет, когда исправление опечаток стало впервые досконально документироваться. Личная переписка с Майерхофером привела к выложенным в свободном доступе этимологическим словарям, отсканированным в иностранке. Тогда же Томас Мальтин, основоположник оцифровки словарей в Кёльне, выслал на DVD-диски сканы петербургских словарей. Интернет не выдерживал больших файлов тогда, то есть не было возможности их передать. И он записал DVD с полным PDF-сканом и отправил его почтой. Это было еще 15 лет тому назад. Петербургских словарей еще не было в сети, и я решил их обнародовать. Но Мальтин посчитал, что делать так не следует, и написал жалобу. Файлы пришлось снять. Впоследствии инцидент исчерпал себе, но я привел эту историю лишь для того, чтобы показать, что даже в эпоху интернета далеко не все столь доступно сегодня, как было еще 10 лет тому назад. Генеалогия словарей. Если классифицировать словари санскрита по эпохам, то периодов условно 4, и речь больше об используемых приемах и подходах, чем о подлинной хронологии. Пример несоответствия методов. Вот, собственно, на экране видно каталог прокритского словаря в Пуни, в институте Бори. То есть все ведется на, как бы, так, как оно было 100, 200, возможно, даже 300 лет тому назад. То есть, как бы, приемы, мягко говоря, несовременные. Значит, и, собственно, вот в Деканском колледже, который находится в часе езды от Бори, разрабатывается санскритский энциклобитетический словарь, собственно, и хотя он, вроде, разрабатывается до сих пор, как бы, сейчас у нас уже 21 век, но методы, которым они пользуются, это век 18. Значит, поэтому я ввожу 4 условные группы. До начала 19 века словари носят компелитивный характер. От середины 19-го золотой стандарт. 20-й век накопления материалов и 21-й он должен стать веком корпусной лингвистики и цифровых словарей. Если вот этот выключить, ничего не изменится. Значит, другая интересная проблема – это плагиат. На Западе, 30 лет тому назад, чешский лексикограф Владислав Сгусто в своей хрестомеративной статье про плагиат в двуязычных словарях, на примере 35 словарных статей из Мония Вильямса, пишет «Копирование информации касается проблем этического характера и авторского права. В случае вопиющего плагиата в лексикографии не столь много». Стоит отметить, что издание словаря Мония Вильямса было обречено на успех изначально. Во-первых, потому что словарь на английском языке, для которого открыт индийский книжный рынок. Без цитат, однотомный, он удобен и дешев, и благодаря продуманной оригинальной макроструктуре в нем находить слова легче, чем, например, в петербургских словарях, что, впрочем, уже не актуально для электронного словаря. И лишь в предисловии к четвертому тону своего словаря Бертлинг обрушивается сокрушительной критикой на Монера, обвиняя его в простом и в механическом переводе без проверки или критицизма, в самом низкопроблом плагиате. Сгусто рассматривает приводимые Бертлингом примеры и распределяет их на следующие подгруппы, где Мония Вильямс пересказывает общую идею, повторяет без изменения один в один, видна некоторая самостоятельность, не вполне убедительно предъявляет претензии Бертлинга. То есть Густо не намерен очернить составителя словаря, лишь потому, что он много копировал, пытается установить истину. Новый свет на происходящее тогда проливает недавно вышедший томик личной переписки Бертлинга к роту. На самом деле проблема плагиата существует и у нас. Дело в том, что санскритско-русский словарь Веры Александровны Кочергиной имеет достаточно серьезное количество заимствований из санскритско-немецкого словаря Капеллера. Поэтому нельзя сказать, что это проблема Мония Вильямса или, в общем-то, как бы, что это нам неизвестно. На самом деле эта история грустная, но другой истории у нас нет. Парность. В истории санскритской лексикографии наблюдается определенная парность, удваивая и так порой монументальные достижения. Перечислю некоторые. Два словаря Бертлинга в XIX веке, два словаря Мония Вильямса, прижизненный малоизвестен и канонический посмертный, два словаря Апте, прижизненный однотомный и трехтомный 70 лет спустя, два толковых санскритско-санскритско-санскритско-словаря Шабда Кальпадрума на 40 тысяч слов и Вача Спатием на 48 500, два словаря Майрхофера в XX веке, Кева и Эва, два словаря до середины буквы А, пунтский словарь и словаря Гольдштукера. А в Российской империи два брата, Косовичи и Шерсли, издававшие книги по древним языкам, в том числе по санскриту. Размер словарей, количество вокабла. Словари бывают карманными, среднего размера и полными. Карманных словарей санскритов в прямом смысле нет, но есть глоссарии от тысячи полторы слов. Большой словарь кочерегиной среднего размера, содержит 29 тысяч слов. Ровно столько же содержит и капеллер. Словарь Монера полный и исчерпывающий, 194 тысяч слов против всего 50 в первом издании. И даже получается на 50 тысяч больше, чем в кратком петербургском. При этом толщина словаря Монера равна толщине словаря кочерегиной. Количество статей умещается за счет формата увеличенного и устройства книги. Четыре уровня устройства книги словаря Мония Вильмса – это гениально. потребности текстов. То есть, с одной стороны, у нас есть словари, а с другой стороны, есть тексты, которые… То есть, эти потребности, получается, не всегда пересекаются. И это интересно. Посчитать все это стало возможно исключительно благодаря тому, что мы можем пользоваться достижениями корпусной лингвистики. Для перевода большей части корпуса санскритских текстов требуется до 72 тысяч слов. Но при этом даже для перевода 17 томов Махабхараты одновременно не больше 20 тысяч. Хороший словарь от плохого отличается не количеством словарных статей, а скорее качеством подбора слов и полнотой описания. Для перевода Юга-Сутру нужно всего 500 слов. Но доступные переводы на русский язык имеют известные недостатки. В три раза больше слов Кавья-Дарши в переводе Алиханова – 1600 слов. Однако перевод великолепен. То есть, делан не только в количестве. Вся Амаракоша, крупнейший санскритский словарь-синонимов, всего 4 тысячи слов. Ригведа – 10 тысяч. Чарака-Самхита – 9 тысяч. Рамайана – 11. Но и встречающиеся в Ригведе, в Чараке пересекаются лишь полторы тысячи слов, а в Рамайане – чуть больше. Если рассуждать вульгарно-статистическим методом, чем больше слов, тем больше должно быть и совпадение. Доля правды в этом есть. Махабхарата – 20 тысяч разных основ и корней. Пересечений с Ригведой – 2,5, с Рамайаной – 8,5. Для типологического сопоставления в слове языка Пушкина – 21 тысяч слов. Но если по параметру количества слов словарь Кочаргиной, например, вполне вписывается в рамки серии и должен был удовлетворить потребности эпоса, то со значениями дела обстоит существенно хуже. Особо это касается технических терминов. Ближе к требуемой для перевода количества статей подходит санскритско-каталанский словарь, изданный в 2006 году. География словарей. Петербургские словари. Петербургские словари эпохальны. Мы продолжаем жить в эпоху после петербургских словарей. Лучшим нашим источником санскритологии словами Шерцля. И все англоязычные словари, в частности, вышедшие после, это разной степени вытяжки именно на основе семитомных малого и большого петербургских словарей. Улучшить их невозможно. Но эпоха корпусной лингвистики и цифровых словарей дает возможность сделать работу удобнее даже с 5000-страничным Магнус Опус. Четвертое поколение словарей пока лишь зарождается. Но приблизить этот день мы можем только вместе, а не по отдельности. Забегая вперед, какие преимущества дает использование вычислительной техники в санскритологии? Умный режим поиска. То есть мы не обязательно должны знать, а что мы на самом деле ищем. И этот метод основан, в частности, на частотности корпуса Оливера. То есть 500 тысяч грамматически размеченных предложений на древнеиндийском языке. Где, например, через два клика можно узнать, что манас в ригведе встречается 275 раз из 170 тысяч словоформ всего. Сводный список слов в санскрите это второе преимущество, которое мы получаем как побочный продукт при работе с словарями, на основе которого построен мой обратный словарь санскрита. Третье. Параллельный корпус ригведы опубликован в 13-м году Адхарваведы опубликован вчера, а также частично Махабхараты. Собственно, вот Алексей Мордвинов занимается им, собственно, прямо таки сейчас. И Рамайяна, к Краймайяне мы еще не приступали. То есть мы берем и делаем параллельный текст. Слева санскрит, справа русский, немецкий, французский, что под рук попадется. И имея такие перелинкованные тексты, запараллельные, мы можем, например, в том же словаре Грассмана на Коэльнском сайте, теперь, клацнув на ссылку, текстовые отсылки, мы попадаем уже, собственно, уже на перевод. Не просто мы видим полный текст, санскритский оригинальный текст, а там уже дается перевод Татьяны Яковлевны, там есть немецкий, там есть английский. То есть нам не надо изобретать велосипеды, что-то откуда копировать, гуглить, обратно копировать. То есть это все детский сад, это ясли, это мы прошли давно, но невозможно. Индийский объем текстов настолько огромен, что невозможно это сделать в одиночку. Невозможно. С русскими словарями все обстоит чуть хуже, чем с санскритонемецкими. Больше, чем напечатанных, санскритско-русских словарей запланированных, неизданных и неоконченных. Например, санскритская антология Петрова, 1846 год, где во второй части антологии переводился этимологический словарь к текстам. И он собрал материал для санскритско-русского словаря, но закончить словарь к тому не успел. Два. Словарь Косовище. Труд остался незаконченным, недавно переиздан. Словарь Шерцля. Для командировки в Лондон с целью подготовки санскрита русского словаря. 1872 год. Словарь Кудрявского. 1918 год. Картотека утеряна в Воронеже во время гражданской войны. И пять. Картотека словаря Кочергиной утеряна в архивах издательства «Русский язык». Это были петербургские словари. То есть, условно, все, что делалось у нас, это было так или иначе с ними связано. Пунские словари. В течение месяца, год тому назад, я был в Пуни, для того, чтобы понять, что происходит с санскритской лексикографией. И ничего хорошего, конечно, я там не увидел. Увы. А работа ведется в Декан Колочь, как я уже упоминал, и в Бори. Значит, в 2014 году в предисловии к репринту санскритской хрестоматии Фриша я писал, что, чтобы окончить, чтобы окончить, значит, словарь, пунтский словарь, потребуется 1800 лет. Сегодняшний год. Я ошибся. Когда я приехал, я пересчитал, и, в общем, все оказалось еще грустнее. Пунтский словарь не только никогда не будет закончен, но такой задачи никто, как выяснилось на место, никогда и не ставил. Завершаемость, как критерий, у Майеркоффера, согласно Трубачеву, не в почете. Главный редактор, назначенный в 2017 году про садежи, ставит целью куда более строгую. Готовить по 200 страниц к печати в год. С 2015 года не издано ничего. Значит, у нас издано в пунтском словаре 11 томов 5408 страниц. Это процесс, который можно созерцать, но который вряд ли будет завершен до конца нашей кальпы. А букву А закончится? Букву А закончится? Нет, конечно. Если бы, там по букву А я думаю, что я умру и еще не приблизится к концу еще она. Она же такая большая, эта буква А. Волшебная. Нет, у меня записано последнее слово, которое мы их заканчиваем, то есть там все очень грустно еще. Все очень начальное. Спустя 70 лет. В течение 25 лет с 1948 по 1973, 40 в том числе выдающихся сэнскитологов с мировыми именами Гопхаля, Дёши, Део, Пальсула делали выписки из 1476 книг. Эти 1500 источников Хатаджа 1913 до 2003 изначально распределил по собственной небесспорной классификации, вводя 62 таксона. Деление это весьма искусственное. Частично на жанровой основе, частично по содержанию. Приведу несколько примеров. Агрикультура, алхимия, аллегорические пьесы, антологии, ароняки, артхошастры, астрология, астрономия, но тут же отдельно Шанкара и джайнизм догматы, и джайнизм рассказов. Норматив был 200 выписок в день. Единого стандарта не было. Выписки, карточки очень разные пополняют описания, но в основном не содержат даже базовых сведений, как, например, предполагаемое значение слов. Каждую выписку, цитату, после перекрестна проверял другой редактор. Получилась картотипа, которая занимает вот такую вот аудиторию, собственно, как здесь, и в ней содержится 3082 крупных жестяных ящика, куда уже никто не ходит, но, тем не менее. Славарь с таким же успехом мог быть создан и в 18 веке. В нем нет ничего даже от начала 19-го. Даже желание упорядочить источники в хронологической последовательности яркий признак словарей 19-го века. Ввиду того, что после принципиально новой словарей не создавалось, а лишь копировались канонические, то никакой новизны, как в пунтском словаре, например, нет. Это даже, собственно, не словарь, а сборник цитат. Некий прообраз корпуса текста только рукотворный. Ведь какой-либо строгой процедуры по определению или уточнению значений нет. При отсутствии, например, аюрведиста максимум, на что можно рассчитывать, это копипаст из двухтомного словаря аюрведических терминов Джоши. В течение полтора века выходили статьи, уточняющие отдельные словарные гнезда словарей. Но с учетом того, что вторичная литература в Кунии намеренно не привлекается, снова тережируются уже порой известные неточности. Образ лягушки в колодце, которая не подозревает о существовании окружающего мира, весьма уместен. Как устроена работа над словарем мне и на Раяну Красаду показал молодой кандидат наук Хафаран. Слушайте, мне кажется, был умен на одном из них. Программа для обработки словаря, специально разработанная для нужных местных лексикографов лет 20 тому назад, так и называется Deccan College Dictionary Building ING ING равно бесконечности. Building можно заниматься бесконечно. В зале, где работают лексикографы, намеренно отключен интернет. Спасибо, что не свет. Получить доступ из ней невозможно. Словарная база данных хранится на локальном сервере. То есть, перед нами вариант куба Мандука Мира. Это изначально намеренно отрезанная от мира средневековая разработка, которая устарела Морад еще до ее зарождения. Именно поэтому на каждом столе лежит по бумажному репринту кирпичам магниевирусу. Редакторам даже они не могут воспользоваться календарскими словарями. Впрочем, не совсем так. Они рассматривают, пряча словарные статьи в телефон. Это как бы нелегально. В случае шармы это треснувший на мелкие осколки маленький экран, в котором он пытается разгрузить контур слова на Девнаторе. одновременно с этим большой монитор на рабочем уставлении включен не востребован. В библиотеке, в которой по протоколу положено работать 45 нексикографов, видно два аспиранта, девушка и мальчика. Вокруг по периметру бумажной книги, из которой в течение предшествующих десятилетий делались выпуски, сотни тысяч выписок от руки. Это было в достречке времена, и каторжный труд, который оказался не востребован. Грубо определено соответствие для 85% карточек в отсканированных текстах, то есть компьютерных способов. Это наиболее сильная сторона и настоящее достижение словарного факультета, а точнее программистов. Однако, как и другие современные индийские, это закрытая не юникодная разработка, и воспользоваться ее извне, как уже говорилось, невозможно, а внутри она не дойдет даже до конца буквы А, пока первый витамане превратятся в труху. Но ввиду того, но ввиду того, но ввиду того, ввиду того, 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 того. Вот так техника тоже не разница. Да, каждый раз. Значит, то есть, партизанец так партизанец. Вот, то есть, каждый по себе отдельно отрезали себя от внешнего мира и вас создают словари как бы с нуля, якобы. На вопрос, что хочет успеть сделать шарма, в связи со словарем? Он отвечает, поклончик. Мол, ему осталось 27 лет до пенсии. при этом совершенно очевидно, что мы с ним одного возраста. И уже не судите строго, сколько успеет, сколько успеет. Хотя картотека оцифрована, как обычно в Индии, в сомнительном качестве, составители продолжают пользоваться бумажными карточками. на столе у каждого перевязанная штурма, стопка карточек. Из 48 рабочих мест сейчас над словарем гипотетически работают 14 студентов. Однако, во время моей луко-посещения составителей, помимо главного редактора Прасаджоши, на месте было не больше строителей. Прокритский. В принципе, работы прокритского словаря в Бори, то есть, все, что я говорил, это было в Вадикамском колледже, а в Бори мало чем отличается от санскритского, так как у них один и тот же основоположник. В плане технологической осталости тут все еще хуже, то есть, вот это и есть в Бори. Хотя оба заведения находятся в части езды друг от друга, в Бори все делается исключительно вручную. При этом прокритские слова продвинулись гораздо дальше санскритского соседа и дошел до начала КА. ДОКАБУЛКАВАВАЙ КЕРЛЬСКИЕ СЛОВАРИ Ну, собственно, мы пришли к современному состоянию санскритской лексикографии. Я не поверю, что кто-то из вас прям вот последовательно каждый раз открывает бумажного бетля. Есть те, которые не ставят ПДФ-СКАН, я таких знаю, но прям-таки бумажного, и честно, мне даже жалко его просто повредить. То есть, поэтому, конечно, мы пользуемся оцифрованными словарями. Но на самом деле за этим сайтом почти уже никого не осталось. То есть, нужны новые силы, нужны новые люди. Индийская лексикография не может продолжать делать вид, что компьютер еще не изобретен. То, на что раньше потребовалось месяц работы, теперь можно сделать за считанные секунды. Это не означает, что корпус сам делает словарь. Но рутинная работа теперь иная. Приведу пример. С помощью компьютерного алгоритма нечеткого поиска составлен, например, список из сотен слов кандидатов на наличие опечаток словаря Кочергиной, который потом проверялся нами ручной. То есть, идет речь о двух процентах словарных статей, которым нет аналогов ни в одном из 33 предшествующих словарей. Что, согласитесь, странно. Эпоха корпуса пока не наступила. Те, кто пользуются его застижениями, делают это робко, остальные же даже не подозревают о существовании или предполагаемой пользы корпусной лингвистики для древнеингвистской лексикографии. Примного благодарен. Все, Анастасий Григорьевич, у нас началась техника подробная, как подробная 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 сан. Но я как-то был в сознании вне, но я как-то правило, как-то можно сговорить. Я немножко старше просто меня поздравит. Ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, значит, ну, того, вопроса или замечания, пожалуйста, выставим. что будем делать? Вы к Путину обращались вообще? Он только может нам помочь, ребята. Каждый долг по отдельности партизанец. Если хотя бы на неделю это прекратить, уже можно сдвинуть работу огромную. Буквально неделю воздержание. еще вопрос. Я поднимаю поводу справления с головой, чтобы значение сколка сразу добавляться в какой-то кризисе развития по шансу, например, Если я правильно понимаю, то есть, например, берем Монио Вильямса и у него, скажем, там 40 источников. И мы знаем, что одни из них относятся к одной эпохе, там, к ранним текстам, другие к сведней, а одни, значит, к философским, другие к аюрмедическим. В этом имеется? Это можно сделать автоматически, это не составляет, на самом деле, большого труда. То есть, именно в этом красота компьютерной лексикографии, что мне не потребуется ждать 1800 лет, чтобы перестабрать словарь. Спасибо. Ну, как вы пишете, я так понимаю, большого. Ну, собственно, на презентации есть несколько скриншотов образца корпуса. Ну, например, регведа была сделана в 2013 или 2014 году, она давно доступна. Вот от хороведа была сделана вчера. Ну, то есть, как бы некоторые вещи, я понимаю, что они просто, возможно, вы не подозреваете, но, собственно, я для этого и есть, чтобы объявить о том, что я еще не умер и эти вещи сделаны. Ну, вот, это настоящие годы. Спасибо вам, Макс Ильич Ильич. Спасибо вам, Макс Ильич.